Всем привет! Вот так оно обычно и бывает. Ты просто снимаешь и не думаешь ни о чем. Но потом ты натыкаешься на видео в интернете, которое заставляет тебя задуматься, все ли я правильно делаю. Когда я заглянул в свою камеру, я увидел выставленное значение ISO 125. Это неподходящее значение. Филипп Блум известная личность в мире DSLR фото и видеографии. Его мнению, я думаю, можно доверять. Есть несколько значений, которые просто необходимо избегать. Это 125 и различные его умножения. 250, 500 и 1000. Можно сказать даже больше. У меня на камере раньше была наклейка с этими значениями ISO, которых необходимо избегать. Но снимая все больше и больше, я реально не видел разницы между материалом, отснятым с тем или иным значением ISO. Но это была камера Nikon. А все примеры и туториалы, которые я находил в интернете, были посвящены именно камерам Canon. Поэтому я просто забил на эту рекомендацию и снимал как есть с любыми ISO. Ключевые ISO, которые следует использовать, 160, 320, 640, 1250 и 2500. ISO 100 и ISO 200 тоже нормальные, а вот 125 следует избегать. И недавно я снова натыкаюсь на довольно известном канале фото веб-экспо на довольно свежий туториал, посвященный видеосъемке. И там был пример, который демонстрировал все то, что говорил Филипп Блум. Одни значения ISO дают больше шума, другие меньше. И тут я подумал, что стоит провести собственный тест и проверить, действительно ли это так. И использовать мы будем камеру Nikon D5100. Все тесты, которые продемонстрированы в интернете, производятся в полной темноте. Поэтому закроем объектив 85 мм крышкой. Ну а чтобы нам хоть что-то разглядеть в процессе этого видео, мы немножко увеличим яркость всех фрагментов, которые были сняты. Цветовой профиль используется синий флэт. Ну что ж, погнали. В правом нижнем углу находится экран, захваченный через HDMI выход. И это Live View в реальном времени. В качестве фона используются фрагменты, снятые на саму камеру. Фрагменты, как я уже сказал, с увеличенной яркостью, чтобы шум был более заметен. То, что на экране Live View находится, соответственно, без увеличения яркости. По мере теста мы постепенно поднимаем ISO и смотрим, как у нас увеличивается шум. И сейчас уже значение 250, 320 и я не вижу таких скачков, которые мы видели в примерах. Ну поехали дальше. ISO 400. Уже шум начинает немножко появляться. Его видно, небольшое зерно. ISO 500 еще немножко. Но нет опять ступенчатых таких прыжков, больше или меньше шума. Все плавно поднимается. По мере увеличения ISO плавно увеличивается количество шума. ISO 800 уже заметно. Мы приблизились к планке 1000 ISO. Вот примерно на этом ISO я уже стараюсь не снимать, потому что материал уже сильно зашумлен. 1250 это только в экстремальных случаях уже можно. И 1600 это верхняя граница, на которой я обычно снимаю. Все, что выше, это полный ад и использовать это нельзя. Но для полного эксперимента мы пройдем по всем значениям ISO, даже те, которые идут с усилением. ISO 2500. Уже видно, что шум очень заметен и еще он вдобавок ко всему красно-фиолетовый. Но даже с таким шумом можно выкрутиться. Можно просто перевести видео в черно-белый формат, либо серьезно снизить насыщенность. И тогда мы получим эффект кинопленки и черно-белое видео. Но чем дальше мы поднимаемся, тем больше шума. И такие уже видео фрагменты можно использовать только в репортаже, либо чтобы снять какое-то происшествие. Качество художественной съемки или документальной они не очень подходят. Такие фрагменты можно назвать как видео любой ценой. То есть не важно какое будет качество, главное чтобы было что-то снято. Режимы с усилением формируют такую цветную кашу из шума, что их смотреть просто неприятно. Где можно использовать такие режимы с усилением ISO, я даже не могу представить. Потому что они дают огромное количество шума и от всего видео, которое мы снимаем, остаются в основном только контуры, либо очертания объектов. На Nikon D5100 последний режим усиления можно активировать только через эффект и он называется ночное видение. Этот эффект принудительно переводит камеру в черно-белый режим съемки. И как мы видим, скоростью затвора я здесь управлять уже не могу. Камера не дает мне это сделать. Ну и вот сравнительная табличка всех значений ISO, которые я выдернул из всех видео фрагментов. Ну не очень хорошо заметно, поэтому увеличиваем много яркость. Мы видим, что шум поднимается очень плавно. Примерно от 100 до 800 он еще приемлемый. И дальше начинается экстремальное повышение зерна. И использовать такие значения для съемки довольно тяжело и не всегда оправданно. По итогам теста я не заметил, чтобы ISO изменялось такими ступеньками, как у камеры Canon. Поэтому можно сказать одно. Либо Nikon D5100 не подвержен такому эффекту, либо все камеры Nikon. И чуть не забыл, у меня появилась очень интересная камера, которая снимает вот такое видео. Зум и стабилизация у этой камеры на высоте. И она будет в обзоре. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok